Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем следить за ключевыми фундаментальными событиями, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Напоминаю, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетса, в котором мы на ежедневной основе постим большое количество аналитического контента вам в помощь. Друзья, на финансовых рынках можно зарабатывать, если правильно распоряжаться фундаментальным фоном. Кроме того, в этом телеграмм канале вам, если вы уже подписаны, вы наверняка это знаете, доступны не только конкретные фундаментальные идеи, но и идеи, основанные на техническом анализе. Сегодня, поскольку у нас понедельник, традиционно для этого дня в 16.00 по московскому времени состоится вебинар. Правильный понедельник, в ходе которого мы обсудим ту тему, которая интересна вам. Поэтому специально для этого в нашем телеграмм канале в течение дня мы проведем голосование, где вам предложим несколько тем на выбор. Соответственно, та, которая наберет больше всего голосов, станет центральным в ходе моего сегодняшнего выступления. Надеюсь, друзья, вы почерпнете для себя информацию, которая вам необходима. Я со своей стороны попробую закрыть все пробелы в плане новостей и ответить на все вопросы, которые у вас есть. Ну что, давайте вкратце подведем итоги прошлой недели и посмотрим, что у нас интересного в рамках этой. Точно можно сказать, что довольно неплохо мы оторговали всю пятидневку, потому что у нас изначально целью максимум, плана максимум, было добраться по индексу доллара до отметки в 100, и мы, собственно, это сделали. Еще одно доказательство того, что визуализация – это дело сильное, друзья, потому что даже в пятницу, когда, казалось бы, до на планке в 100, уже на ее тест, в принципе, не можно и не стоит рассчитывать из-за отсутствия каких-либо значимых фундаментальных событий, но мы все равно не отказались от этой цели. Мы ориентировались на то, что 100 пунктов как значение будет протестировано. Именно это и произошло. Хай, прошлой неделе 100 пунктов 19. И я считаю, что это очень хороший прецедент за длительный период времени, то, что мы оказались возле этой планки, мы ее протестировали. Теперь, друзья, нужно ставить на движение выше, тем более, что Goldman Sachs рекомендует всем тем, кто, так же, как и мы, следят за индексом американской валюты, уже ждать отметку 103 пункта. И я почти не сомневаюсь в том, что мы перепишем максимумы, которые видели последний раз во время пандемии, и попробуем забраться еще выше. Но сперва следующий целевой ориентир – это 102 пункта. С учетом того новостного фона, который мы накопили на прошлой неделе, уже хороший фундаментальный фон, на нем можно лететь, друзья, дальше. Это комментарий заместителя председателя американского регулятора Лайд Брейнард, которая отметила, что решение проблемы с инфляцией в США является первоочередной, основной задачей американского регулятора. И для того, чтобы предотвратить перегрев экономики, для того, чтобы не допустить еще больше родственных сопотребительских цен, американский регулятор готов пойти на многое. Это не только уже повышение процентной ставки, еще и сокращение баланса. Мы как раз ждем вот это решение уже по итогам следующего заседания, которое состоится в июне. Соответственно, в мае, прошу прощения. По поводу ожидания сокращения баланса предварительно известно, что ежемесячное сокращение составит 95 миллиардов долларов, 60 миллиардов – это коррекция по бумагам, по казначейским облигациям, и, соответственно, остаток будет приходиться на ипотечные бумаги. Но, друзья, это план с учетом того уровня инфляции, который мы видели в прошлом месяце. На этой неделе нас ждут обновленные данные по индексу потребительских цен, и я допускаю, что мы увидим по итогам, соответственно, марта значение инфляции в районе 8,5%. И как только все это будет подтверждено реальными цифрами, мы, соответственно, друзья, будем с вами ориентироваться на более агрессивный подход американского регулятора к борьбе с высокой инфляцией. А это будет подразумевать возможность еще более стремительного по объему сокращения баланса регулятора и, разумеется, более активное повышение процентной ставки. Поэтому в сухом остатке у нас крайне жесткая монетарная политика американского регулятора. Настрой на то, что ФРС не свернет с этого пути. Прогнозы многих инвестбанков, что доллар будет расти, и я склонен доверять этим прогнозам, потому что те банки, которые я для вас выделяю, они, как правило, прям попадают точно в цель, в долгосрочной перспективе с учетом хорошего фундаментального фона. Десятилетние облигации, которые также являются индикатором того, как меняется американская монетарная политика. Десятилетки 2,77 по доходности, друзья. Это максимум уже практически с конца 2018 года. Ну, что еще нужно? Здесь стоит только лишь положиться на дальнейшую силу тренда и зарабатывать на укрепление курса американского доллара. У нас есть еще идея по доллару и иене. Здесь цели мы фактически выполняем каждую неделю 124.86. Сейчас в моменте 125-127. Вот этот коридор, друзья, я рекомендую там уже фиксироваться. Не знаю, с какой отметки вы заходили. Если вы воспользовались моей рекомендацией, то уже в хорошем профите. Решайте для себя, какой уровень сопротивления будет для вас финальным в плане выхода из сделки. Я буду закрывать позиции в районе 125 с небольшим. Солта 1944 тоже отличная неделя. Рост этого актива, долгий период времени мы находились в коридоре. Наконец-таки первые признаки того, что восходящее движение все-таки будет реализовано как основной сценарий дальнейшего поведения участников рынка. Цели на эту неделю, друзья, 1960-1970 долларов за тройскую унцу. По поводу событий в рамках этой недели. Ну, во-первых, ждем бизнес-оптимизма по Германии во вторник. Это оценка ЗЮ. У нас европейская валюта, актив, который мы шортим. И, в принципе, провальный релиз по ЗЮ может стать дополнительным триггером для снижения. После этого в 15.30 данные по инфляции. Это отчет среды. Важнейший релиз для американской экономики. Ну, и, соответственно, как я отметил, ожидаем роста и еще больше поддержки для курса американского доллара. Потому что чем выше будет инфляция, тем больше шансов ФРС, собственно, агрессивно ужесточать монетарную политику. Также, друзья, мы следим за канадским долларом и в среду заседание Банка Канады. Три недели мы ждем это событие. Вот оно, совсем рукой подать. Канадский доллар мы покупаем. Сейчас котировки по паре доллар-канадец 1.26. В пятницу вышли сильные данные по рынку труда. Уровень безработицы снизился с 5.5 до 5.3%. Занятость составила почти 75 тысяч. Это хороший показатель. И еще один мощный стимул для канадского регулятора все-таки повысить процентную ставку. Я жду это, друзья, в эту среду. Поэтому цели по паре доллар-канадец в рамках недели 1.23-1.24. И десертом все недели будет заседание Европейского Центрального Банка в четверг. Конечно же, ставки не сменят. Вероятность этого крайне низка. И я жду, что на пресс-конференции глава Европейского Центрального Банка Кресен-Лагард еще раз отметить, что в текущих условиях регулятор не собирается менять денежно-кредитную политику и лишать экономику экономических стимулов. Поэтому для евро это потенциальный негатив. И будем все-таки ждать пару евро-доллар поближе к уровню 1.07.50-1.07. По поводу, кстати, выборов, которые завершились во Франции, первый тур голосования в это воскресенье. Как и ожидалось, собственно, победа Макрона не стала такой уж и безоговорочной. Потому что прямо впритык Макрону приходится делить ликтораторское большинство с Мари Липен. Это представитель крайне правых. Следующий тур голосования ровно через две недели тоже в воскресенье. И поскольку политическая неопределенность остается крайне высокой у евро еще и с точки зрения политики. Нет шансов на то, чтобы выбраться с текущих локальных минимумов. Американский фондовый рынок 4456 пунктов. Соответственно, ждем еще ниже. Пока что индекс снижается в соответствии с нашими с вами ожиданиями. И по рынку нефти 100 долларов за баррель. Ждем разворота. Ниже сотки не прошли. Есть уже признаки выкупа. И я надеюсь, что на этой неделе цены на Brent снова предпримут попытку роста в районе 110 или даже выше. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего торговой недели. Всем пока!